РАДИО РОССИИ 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 СЕДАТE, АКУМУЛИРУЕТ, НАПР rallytu кислоты, да аминокислоту непосредственно в нашу с вами мышечную ткань. Если мы говорим концептуально, что такое белок, он всегда у нас практически растительный. А как же бактерии, которые живут вот эти десятки килограммов бактерий, которые обитают в кишечнике у коровы, которые эту траву сбраживают, живут своей насыщенной бактериальной жизнью, потом погибая, являются источниками аминокислот. Мы же не можем эти бактерии Причислить к растениям Не можем, но в целом, в целом мы понимаем Лицин, он и в Африке лицин То есть, если мы берем, например, лицин картошки Он всегда будет одинаковый по строению С лицином коровы Итак, что самое интересное По содержанию незаменимых кислот Потому что, когда речь заходит о сравнивании Белка, то всегда в основном Изучались только белок сои Пшеницы и риса Если мы возьмем, например По содержанию аминокислот, то белок, например Картошки, потом белок Кукурузы и гороховый белок Практически очень хорошо содержат Все незаменимые аминокислоты Которые утверждается Всемирная организация здравоохранения Итак, например Соевый коричневый рис и белок Гороховый, кукурузный, картофельный белок Имеет достаточно содержания амина Которое утверждено в ВОЗ также Так, но с другой стороны Если мы говорим про картофельный белок Сколько надо съесть картошки, чтобы получить Какое-то количество этого белка С этим огромная проблема То есть, если мы знаем, например, что в картофеле На 37% больше амина Чем, например, в казейном яичном белке Но чтобы получить, например, как ВОЗ рекомендует 2,7 граммов лицина Полезной аминокислоты Необходимо съесть 3 килограмм картошки И это только по одной аминокислоте? По одной аминокислоте А по остальным еще? Ну, в общем, это не серьезно, мне кажется Не совсем серьезно Почему? Потому что всегда у картошки Будет, например, также Балластные вещества, которые ухудшают Конечно, всасываемость Но это ухудшает всасываемость У картошки есть еще 10 граммов крахмала Которые, к сожалению, не ухудшают всасываемость И 3 килограмма картошки Это практически 300 граммов крахмала Которые отыграют Это 1200 килокалорий В общем, как бы не к добру все это Не к добру Однозначно мы наберем лишний килограмм Александр Борисович, вот смотрите Люди, которые постятся в нашей стране Ну, часть из них это делает по сугубо религиозным убеждениям Которые мы бесконечно уважаем А часть все-таки придерживается тех же рекомендаций Но из соображений такого как бы оздоровления Почему? Потому что сейчас говорят часто Что животный белок вреден Животный белок ускоряет развитие атеросклероза Животный белок ускоряет развитие сахарного диабета То есть очень много сейчас нападков на животный белок Так Правда ли это? Ну, на самом деле, всегда мы должны говорить Не сколько о белке, а все-таки сколько о продуктах Так Поэтому каждый раз животный белок богат у нас насыщенными жирными кислотами Которые гигантская база, да, несколько там десятков метаанализов Которые показали, что как раз способствует атеросклерозу Развитие ишемической болезни сердца, инсультов и инфарктов Всегда у нас, когда речь заходит все-таки о животном белке Здесь обработанное мясо И это обработанное мясо вызывает у нас и раковые заболевания И так далее и тому подобное Поэтому, конечно, вот в этом аспекте, когда мы говорим конкретно о продуктах То, конечно же, именно животные продукты вот именно такой обработки Плюс я напомню слушателям, что животный белок зачастую напичкан различными гормонами Чтобы у нас коровка быстрее росла, правильно? Различными, соответственно, какими-то дополнительными лекарствами, правильно? Чтобы не болели И поэтому все это белок, именно белковые продукты животного происхождения, конечно же, опасны для здоровья Александр Борисович, ну вот в качестве примера мы можем взять, например, Индию Страна, в которой до 70% населения вегетарианцы То есть не потребляют мясо, рыбы, яиц практически вообще Ну и достаточно в малом количестве потребляют молочные продукты Ну потому что их там просто не хватает И при этом страна находится на первом месте по метаболическому синдрому То есть сахарный диабет второго типа, метаболический синдром обгоняет даже Америку с ее гамбургерами То есть как-то, получается, нарушается где-то вот эта логика Она абсолютно нарушается, почему? Потому что всегда растительные продукты, богатый у нас с вами крахмал, богатых сахаром Что приводит, конечно, к ожирению нации и, соответственно, к метаболическому синдрому Так, возвращаясь к нашему белку Сколько белка вообще человеку необходимо? Ну так, чтобы люди понимали Итак, Всемирная организация здравоохранения рекомендует все-таки 0,87 Или округляем 1 грамм на килограмм веса тела То есть, ну, грубо говоря, человек весом в 70 килограмм должен потреблять 70 грамм белка в день А вот это вот сколько? 70 грамм белка, ну, в понятных продуктах В понятных продуктах, если мы возьмем курицу, ну, в среднем, условно, 20 граммов на 100 грамм курицы То у нас будет где-то там 250, там, условно, грамм 250 граммов курицы, хорошо 250 граммов курицы, рыбы, ну, я подозреваю, что же где-то там 200-300 граммов, да? Да Если мы переведем это на растительные продукты Вот сколько надо съесть каких-то растительных продуктов для того, чтобы получить вот эти самые 70 граммов белка? Нам необходимо, например, если мы переведем на соевые бобы То необходимо съесть где-то 200-250 граммов этих бобов Сухих имеется? Сухих, да Ну, то есть, получается, что если мы их сварим, то это нужно вареной сои граммов примерно 600 600 Ну, то есть, такая кастрюлька, в общем Да, достаточно серьезная Если мы говорим о каких других, ну, потому что часто говорят про орехи, как источник белка во время поста Часто говорят про фасоль, например Да, ну, например, если мы берем орехи, 6 граммов на 100 грамм содержится у нас грецкий орех И 25 граммов на 100 грамм арахис Поэтому понятно, что все орехи по-разному содержат у нас с вами белковые компоненты Я просто грецких орехов считаю, это же получается над килограмм съесть Килограмм съесть, чтобы получить более-менее нормальную дозу, где 20-25 грамм белка А килограмм это граммов 600, наверное, жира? Да, да В общем, как-то не очень адекватно Вот каждый раз, когда мы переводим на конкретно, сколько нужно съесть Мы понимаем, что это какие-то катастрофичные суммы с точки зрения затрат И с точки зрения, конечно, энергетической емкости Ну, то есть, получается, что говорить о том, что с помощью обычного питания Человек во время поста может компенсировать тот дефицит белка, который возникнет Наверное, все-таки сложновато Ну, только можно в теории рассуждать А на самом деле, когда мы переходим на практику, мы видим ужасную калорийность И понятно, что недополучаем белка А что делать? Ну, первая рекомендация изучить более-менее травки Это те люди, которые постятся Необходимо либо изучить травки Это прежде всего кукуруза Это, во-первых, кинуа Который богатый белком Это прежде всего у нас с вами также горох И тогда собирать некие травки Салатики такие делать из кукурузы, кинуа и так далее Или обязательно включать так называемые растительные протеины Да, их сейчас огромное количество в связи с ростом викторианства И гороховые, и кинуа протеин, и соевые и так далее и тому подобное Можно использовать в своем рационе достаточно просто, легко и удобно Ну что ж, друзья, рацион здорового человека должен включать в себя самые разные виды белка Но при этом важно контролировать его количество Не стоит отказываться от животного белка и полностью переходить на растительный Хотя, в общем, это допустимо во время поста Но Александр Борисович Мирошников, начальник отдела спортивной нутрицептики Института физической культуры Профессор Российской академии естествознания и кандидат биологических наук Рекомендует обратить внимание на протеиновые добавки растительного происхождения Большое спасибо, Александр Борисович, за интересный разговор Я думаю, что мы продолжим разговоры о нашей еде еще много раз Спасибо вам На этом программа о самом главном завершается С вами был я, Сергей Агапкин Следите за тем, что едите А мы встретимся с вами завтра в это же время на Радио России До встречи Редактор субтитров А.Семкин